Всем привет! Мы с вами играем в Sims 4 и это Династия Стыкеленбург. Вы смотрите уже 112 серию. И у нас оказывается очень много окаменелости и их нужно извлечь. Вот что мне написали в комментариях. Я не могла выполнить жизненную цель, потому что Андрея не извлекала свои окаменелости, а просто их находила. Вот теперь мы перешли на новый этап и давайте пусть она еще немножко камушки покопает. У нас недавно обновилась игра и в Sims 4 теперь добавились подвалы. Я сняла отдельное видео, где показала как строить эти подвалы, но еще я построила отдельную комнату. Комнату специально для Лорочки, чтобы Лора могла рисовать в этой комнате портреты своих ближних. И вот сейчас я очень хочу, чтобы Лорочка нарисовала портрет своего брата Марка с его женой Венди. Вот, Лорик, давай ты отправишься в подвал. Все отправятся в подвал и нарисуем здесь эту картинку. Потому что я теперь хочу увесить весь наш дом, чтобы у нас повсюду были портреты наших симов. Так, Венди, ты идешь? Венди идет. Пусть они с Маркушей немножко пообщаются. Правда, Венди у нас с тарелкой. Я думаю, тарелкой ей мешать не будет. Пусть проявит нежность. Какие-то, я не знаю, что ли, кокетливые действия сделают. Так, Лорочка, не уходи, пожалуйста, потому что сейчас будешь рисовать. Так, давайте еще воздушный поцелуй и можно давать Лорочки действия, рисовать по фотографии. Блин, ну Венди, ну неужели ты будешь прямо вот с этой вот тарелочкой? Так и хочется у тебя забрать. Ну как так? Как так можно? Сейчас будем... Я хочу картинку красивую, а Венди хочет кушать. Ну вот что ты будешь делать? Еще, может быть, какие-нибудь действия? Давайте еще раз проявить нежность. Венди, убери свою тарелку. Нет, Венди не хочет расставаться с тарелкой. И нет, такая картинка меня не очень устраивает, поэтому я ее отменю. Может быть, Венди, ну убери ты эту тарелочку, пожалуйста. Вот, она убрала эту тарелку. И сейчас давайте вот еще какие-нибудь действия поделаем. Безжалостно щекотать. Нет, наверное, безжалостно щекотать не получится. Вот лучше пусть какие-то романтические действия поделают. И Лорочка нарисует портрет наших дорогих Маркуши и Венди. Я думаю, что портрет будет замечательным. Мне этого очень хочется. Ну, блин, опять Венди что-то вычудила и не в ту позу стала. Нет, такой портрет я тоже не хочу. Поэтому будет попытка номер три. Вот, вот теперь будет хорошее у нас действие. Теперь у нас будет хорошая картинка, потому что они как раз целуются. И это то, что надо. Так, давайте нарисуем вот такой вот портрет. Так, иди сюда. Я еще не совсем научилась управлять. Так, ну вот такой портрет мне нравится больше. Давайте пусть Лорочка его нарисует. И все, дорогие Маркуша и Венди, вы можете уже идти. Ну, по-моему, они настолько увлеклись друг дружкой, что уходить даже не хотят. Кстати, Маркуше нужно уверенность в себе, потому что ему скоро на работу. Маркуша у нас кокетничает теперь. Ему совсем не до уверенности в себе. Пусть тогда пойдет почистит зубы. А наша Венди пусть создает мебель, потому что по мечте жизни ей нужно поднимать механику. Так, девчоночки Шарлотта и Андреа пошли в школу. Селесточка у нас спит. Она беременная. Ей теперь нужно кушать за двоих. Да, и она теперь опять проголодалась. Пусть тогда скушает кексик. Мне написали, что от кексиков можно поправиться. Я очень надеюсь, что Селесто не поправится. Вилли у нас делает замечательные кексы. И специально для Вилли я вот построила вот эту комнату в подвале, чтобы он мог готовить здесь свои замечательные кексики. Пусть как раз сделает порцию кексиков. В общем, подвал у нас для Вилли и Лорочки. Это комната Лорочки, это комната Вилли. Я думаю, что они теперь будут очень много времени проводить в подвале. Просто если Лорочка... Я знаю, что Лора у нас любитель свежего воздуха. Но если она будет рисовать просто на природе, то там будет фон не очень красивый. Будет трава. Вот, а я не хочу, чтобы была трава вокруг. Потому что вот мы нарисовали в предыдущей серии портрет Шарлотты. И он как-то вот на зеленом фоне, мне кажется, не очень получилось красиво. Лучше будет, если какой-то будет нежный тон. И на этом вот полотне мы будем... На этом заднем фоне мы будем рисовать портреты наших симов. Так, Селеста, ты покушала? Только я тебя прошу, не объедайся. А нет, она еще не докушала, только кушает свой кексик. Я знаю, что, ребят, вы очень расстроены от того, что Селеста не вышла замуж. Потому что она беременная, мужа у нее нет. И с Тревором отношения какие-то непонятные, зависшие в воздухе. И он не переезжает к нам. Но не переезжает он к нам по причине, что просто нет уж больше мест. К сожалению... Так, групповой проект. Так, Андрея будет работать над проектом, потому что она у нас, девочка, совсем не ленивая. В общем, не можем мы переселить к себе Тревора, потому что нас уже семеро. И восьмой сим – это ребенок Селесты и Тревора. Просто нету для Тревора уже места. Поэтому, к сожалению, не можем мы его к себе поселить. Так что Селесточка будет жить пока с нами, сама и со своим ребеночком. А потом, возможно, в будущем... Так, мы поэзию будем рисовать. А потом, возможно, в будущем мы либо переселим к себе Тревора, когда освободится место. Вы понимаете, что место освободится, когда кто-то умрет. Или я переселю просто Селесту, Тревора и их ребенка в отдельный дом. Но это уже будет, когда родится этот ребеночек. Так, мы пишем, как обычно, стишки. Наша Селеста – поэтесса. Вот, так что, ну, пока Селеста родит. И этот ребенок будет жить вместе с нами. Все мы будем жить вместе. И я думаю, что все будут счастливы. И Венди очень полюбит своего внука. Я думаю, что она уже его так любит. Просто она разозлилась на Селесточку. Потому что Селеста, все-таки не сказав никому, и ослушалась маму, и все-таки продолжала общаться с Тревором. И нашей Венди это, конечно же, очень не понравилось. Так, Венди нужно поднимать механику. Еще два уровня, чтобы выполнить мечту своей жизни. Так, Лорочка, ты портрет нарисовала, наверное, да? Пришла кушать. Да, Лора нарисовала портрет своего брата и невестки. Давайте его пока положим в багаж. И где-нибудь нужно будет его повесить. Можно будет повесить прямо в комнате у Маркуши. Тут котик у нас такой прикольный висит. Попробуем повесить его в комнате Маркуши. Вот, будет, наверное, прикольно смотреться. Создать копию. Это что, можно два портрета сделать? Ой, я даже никогда не знала. Это, наверное, она может прийти просто и перерисовать. Ой, мы можем создавать копию, наверное, я так понимаю, любых картин. Да, вот картинка. И мы можем создать копию. Оба-на, прикольно. Она будет выполнить потом как-нибудь это действие, если захотим, допустим, две картинки повесить. Так, находясь в лифте, Марк поднимает глаза и видит, в общем, там начальника. Марк у нас молчание сохранит. Он у нас не из болтливых, поэтому будет молчать. В общем, вот такую замечательную картину нарисовала Лорочка. Она, кстати, сколько стоит эта картинка? Я не заметила. Две восемьсот это шедевр или нет? Великолепное качество. А вот шарлоточку Лора нарисовала шедевром. Кстати, вот гномик до сих пор здесь стоит. В предыдущем видео я показывала, что в игру кроме подвалов добавили еще гномика и добавили еще дневник и много разного интересного. Так, давайте Лорочка пусть продолжит рисовать. Теперь пусть она рисует уже на природе, потому что она любитель свежего воздуха. Так, а Вилли, Вилли, Вилли побежал у нас. Вилли побежал у нас скорбеть. А Вилли нужно завести еще одного врага. И знаете, что мне вот думаю, я думаю, мне писали, что может быть врагом это сделать Тревора. Потому что наша Венди, давайте пусть Вилли поговорит с Венди немножко. В общем, узнает, как у нее прошел день, а Венди скажет, какой нафиг день. И ударила себе по голове молотком. Говорит, моя Селеста встречалась с Тревором этим гадким. Да, рассказывай ей, в общем, всякое. Говорит, она встречалась и забеременела от него. Я вообще этому совсем не рада. Я бы этому Тревору, я бы ему башку оторвала. Вот. А Вилли говорит, я могу тебе, Венди, помочь. Давайте пригласим. Ой, а мы не можем его пригласить. А почему мы не можем его пригласить? Так, я хотела, чтобы Вилли поссорился с Тревором. А Юстиса мы можем пригласить? А не можем мы Юстиса пригласить? А почему не можем? О, с Евой ужасные отношения у Венди. Давайте попробуем через Венди это сделать. Не можем. Интересно, почему, я не пойму. Но он же не работает. Он работает? Тревор? А как он устроился на работу? Это, наверное, с обновлением. Смотрите, Симы теперь могут работать. Офигеть. А Блейк работает? Блейк вроде не работает. Ева не работает. Смотрите, Симы теперь работать могут. Не, ну вот почему никто не работает, кроме Тревора? Вот Тревор устроился в комике. Это он что, устроился вместе с Венди на одну работу, чтобы Венди его видела? Какой с него комик? Класс. Огни рампы. Коллеги. Тревор и Венди у нас коллеги. Ну вот это поворот. И смотрите, никто... Вилли, так, не увлекайся. Я поняла, что ты хочешь поссориться с кем-то, но давай ты поссоришься лучше с Тревором, а не с Венди. Иди, наш Вилли, лучше сделай кексик, а то сейчас ты и с Венди заодно поссоришься и подерешься. В мои планы это совсем не входит. Так, Венди, продолжай создавать мебель. И я вообще не поняла, это что за поворот такой? Оказывается, теперь симы могут... В общем, симы теперь работают сами, при том. Лорочка пошла купаться. Я такого вообще не ожидала. Давайте вообще посмотрим, кто кем устроился и как это так они работают. Вообще очень интересно. Так, ну вот Алена Медведь не работает, Анастасия не работает, Блейк не работает. Почему устроился на работу только Тревор? Это прям какое-то западло. Я хотела его в гости пригласить, а он на работе. Так, Маркоша, ну Маркоша понятно работает. Саманточка не работает. Сэнди, ну Сэнди пенсионерка. А тут... Нет, карьера неизвестна. О, у Сэнди есть карьера, но карьера неизвестна. Просто мы не знаем ее карьеру. У всех, я так понимаю, что... Так, а почему карьера неизвестна у Шарлотты? Шарлотта у нас вообще не работает. О боже, и смерть даже устроилась на работу. Карьера неизвестна. Вот до чего дошел прогресс. А, так у всех карьера неизвестна. Блин, ну вот это да. Ну мне теперь просто интересно узнать, кто кем работает. Это прям реально теперь квест целый. Нужно будет узнать, кто кем устроился. Так, давайте продадим в местную пекарню эти кексики. Вот одни можно будет поставить на место, чтобы мы их могли покушать. Вот, а? 157? Ничего себе. Давайте тогда и эти продадим в местную пекарню. Вилли, 83. Вилли, ты теперь у нас будешь зарабатывать на кексиках. Все, Вилли, это теперь твой заработок. Будешь делать кексики и будем, в общем, мы их продавать. Потому что это классно. Так, мне вообще покоя теперь не дает, кто кем работает. Я должна узнать, кто у нас кто. Вот Блейк, мне очень интересно, кем работает Блейк. А что же еще добавили с обновлением? Интересно, добавили ли, ну теперь могут ли приходить официанты? Потому что раньше вот эти вот уборщики, они глючили. Давайте сейчас пригласим, закажем услуги. Так, вот, заказать услуги. Я хочу, чтобы к нам пришел прислуга. Давайте прислуга, давайте прислуга по расписанию. Пусть приходит каждый день. Если вы помните, то очень удачно мы пригласили когда-то тоже к себе официанта. В общем, и пришел Анатолий. Он, конечно же, поубирал нас только один раз. Но, в общем, если бы не Анатолий, не было бы Блейка. И вообще не было бы столько интересного. Мне кажется, Анатолий принес очень много интересного в нашу игру. Ну, жалко, конечно, что он умер. Так, благодарим за пользование услугами компании Союз Горничных. Прислуга прибудет в 14.05 в среду. Так, уже 14.07 в среду. Э, Селеста, ты же вроде на работе была. Я, честно говоря, ничего не понимаю, что вообще происходит и где наш официант. Это вот он идет. Ой, это он? Кстати, симпатичный. Это кто такой? Можно будет с Шарлоточкой с ним познакомиться. Андрей Филатов. Блин, он взрослый. Ну, что это вообще за невезуха? Почему он взрослый? Вот тогда наш Анатолий тоже был взрослым. Не иди к нам, не иди. Уходи, уходи. Не надо нам взрослый. Хотя симпатичный, конечно, рано нашей Шарлоточке еще замуж. Она у нас совсем подросток, а он взрослый. Хотя очень-очень даже ничего. Вот этот, наверное, к нам идет. Ну, вот, блин, как симпатичный, так не к нам. А как к нам, так идет какой-то Анатолий Усатый. Тоже Анатолий. Блин, они что, все горничные Анатолии. Почему тот симпатичный Андрей не пришел? Лучше бы он, правда, чтобы пришел. Хоть он и взрослый, и этот, по-моему, взрослый. Блин, и почтальоны ходят. Молодой персонаж. Вот почтальон молодой, а этот... А он тоже мимо? Я что-то не пойму. Вообще, мы горничную заказали, товарищи. Они здесь ходят, дефилируют. Обалдеть, не идет к нам никто. Ну и ладно. Я думала, что придет горничная какая-то и поубирает. Ну, видимо, долго ждать. Так, Вилли, давай поставь на место одни кексики. Пусть у нас будут дома. Лорочка, ты уже накупалась очень много. Ты молодец. Давай, иди рисуй, потому что мы зарабатываем деньги. И тебе по мечте жизни нужно 50 тысяч насобирать. В общем, пусть нам и нано-бак помогают. Пусть помогают все. Так, девчоночки, пришли со школы. И я очень хочу узнать, кем работает Блейк. Блин, Андре в ужасном настроении. Давайте мы... Так, карьера неизвестна. Пригласить на свой участок. Может быть, он нам расскажет. Я не знаю. Спросить про карьеру. Вот я знаю, в Sims 3 было такое действие. Я просто умираю. Я хочу узнать, кем работает наш Блейк. Но еще я хочу, чтобы наша Шарлотта позанималась садом. Но она хочет спать. Для этого у нас у Вилли очень много баллов счастья. И сейчас мы купим зелье, зелье, зелье и замена сна. В общем, чтобы Шарлоточка его выпила и позанималась своим садом. Потому что если мы будем все время спать и не будем заниматься делами, то Шарлотте очень долго еще исполнять мечту своей жизни. Поэтому, Шарлоттик, выпей, пожалуйста, это зелье, которое тебе папа твой купил. И пойдешь заниматься своим дорогим садом. Так, Андрей, немножко потанцуй. А то, когда придет Блейк, ты будешь не в духе. Смотрите, она на ходу засыпает. Сейчас, наверное, Вилли купит еще одно зелье. Так, Шарлоттик, пей, пожалуйста. Пей, чтобы ты сразу взбодрилась и не хотела так сильно спать. О, вот, все отлично уже у нас. Ну, я не знаю, будет ли у нее повышаться досуг, если она... Так, а что, у нас с садом все отлично? Ну, это какое-то вообще прям невезение. Я хотела, чтобы... Нет, у нас с садом не все отлично. Мы будем способствовать росту. Мы будем поливать. И, в общем, мы будем... Ну, короче говоря, будем поливать. И все. Так, где наш Блейк? Вот, Блейк пришел. И давайте, я не знаю, ободрим его, что ли. А он что, грустный? А, он в напряженном настроении. Я хочу узнать вообще. Давайте обсудим интересы, кем он работает. Потому что он, я так понимаю, что работает. Шарлотта нашла расписное яйцо. Это что? Это к пас... А, это я поняла. С обновлением. Когда вышло обновление с подвалами, там еще пасхальные яйца добавили. Вот, так что теперь, если Симы ищут что-нибудь... Только я думала, если они выкапывают камушки, как выкапывает Андре, то они находят пасхальные яйца. Обалдеть! Вот так вот, такая коллекция. Слушайте, их нужно будет где-нибудь поставить. Такие прикольненькие. Так, Андре, а ну давай узнавай, кем у нас работает Блейк. Блейк, расскажи нам о своей карьере. Я хочу узнать, кем ты у нас работаешь. Жаловаться на родителей. Блин, душев... Во, спросите о карьере. Только что было действие в дружелюбных. Давайте, вот, спросим о карьере. Я хочу узнать, кем он работает. Может, он, кстати, уже нам рассказал? Нет, мы пока не знаем, кем он работает. Но я это узнаю. Потому что я всегда очень люблю узнавать черты характера Симов. И, конечно же, карьеру. Потому что это многое зависит. А вдруг Блейк стал преступником? Вы представляете? Это, конечно, будет совсем очень плохо. Так, Андре узнала, что Блейк безработный. А что было написано, карьера неизвестно. В общем, бред какой-то. Безработный. Ну, хорошо. Зато он будет всегда свободен. И мы можем пригласить его в любой момент. И не нужно будет ему идти на работу. Так что давайте расскажем ему забавную историю. И пусть тогда наша Андреа еще немножко тогда пообщается, что ли. Воспущается интересами. Она же любит Блейка. Вот, пусть они тогда пообщаются. Потому что давно уже не было у нас в гостях Блейка. И Андре будет очень приятно с ним поболтать. Так, Шарлоточка у нас, кстати, досуг у нее не повышается. Да, растения, к сожалению, досуг не повышают. Давай еще прополоть нам нужно, Шарлотта. И потом пойдешь ты немножко потанцуешь, чтобы поднять свой досуг. Так, Венди, ты повышаешь у нас механику. Да, повышай, пожалуйста. Я хочу выполнить вообще всем Симом мечты жизни. Но как-то не получается. Все это очень сложно. И тем более нас сейчас столько много. И всеми нужно управлять. Вот еще одна грустная картинка, нарисованная Лорочкой. Мы ее тоже продадим. Кстати, эту картину я реально не знаю, где ее вешать. Так что я ее тоже продам. Ага, еще у нас испорченная тарелочка. Нужно будет ее выбросить. Выбросим мы ее прямо сейчас. Иначе она просто завоняется. И Блейку и Андреа будет неприятно на нее смотреть. Так, давайте ее выбросим. Так, и здесь что-то еще воняет. Так, я хочу, чтобы Вилли... Вилли у нас теперь будет всем покупать зелье. Чтобы Вилли купил еще одно зелье замена сна. И теперь это зелье мы дадим нашей Андреа. Чтобы она тоже выпила зелье. И немножечко, скажем так, взбодрилась. И могла продолжать выполнять мечту своей жизни. Потому что я хочу, чтобы девчоночки, ну, побыстрее выполнили. Потому что я для них уже придумала другие мечты. Уже придумала каждый. Кстати, мечты для них тоже очень похожие. У них сейчас схожие мечты. Потому что обе мечты связаны со свежим воздухом. С природой. Наша Шарлотта занимается садоводством. То есть с природой связанная. И Андреа тоже часто бывает на природе. Выкапывает камушки. И потом следующие мечты жизни. Потому что девчонки, они лучшие подружки. И они так будут всю жизнь. С самыми лучшими друзьями. И вот тоже будут у них следующие мечты. Схожие между собой. Так, Андреа, ну можешь еще немножко пообщаться с Блейком. И, пожалуйста, иди искупайся. И тогда дальше отправишься. О, мы можем быстро ополоснуться в душе. Дальше отправишься что-нибудь выкапывать. Если, правда, мы все не выкапали. Потому что я ей давала действие уже копать. Вот у нас есть камушек, можем выкопать. Нужно нашей Андреа собирать побольше всякого. Чтобы быстрее выполнить, наконец-то, эту мечту. Кстати, что нам нужно по мечте? Я так и не посмотрела. Андреа, ну что тебе нужно? Отправить пять предметов в геологический совет. Размножить лягушек. Найти пять элементов. Вот размножить лягушек. Это вот мы сейчас уже можем сделать. Давайте размножим. И засчиталось. Да, один раз мы размножили. Так что будем выполнять мечту жизни. Андреа получает новый вид лягушки. Ну, замечательно. Так, Шарлотти, как там твое... Досуг у нее замечательный уже. И мы можем что-нибудь скушать. Выбросить испорченную еду. Ну, выбрать, потому что там что-то у нас уже завонялось. Так, доска у нас, как обычно, переполнена. Я ее чищу очень редко. И она потом всегда у нас переполнена. Так, ну я реально хочу теперь узнать, кто кем работает. Так, Маркуша вернулся с работы. Я даже не увидела. И он у нас спать хочет. Не, Маркуша, спать тебе еще рано. Пойди, что ли, я не знаю, покушай, телевизор посмотри. Давайте, наверное, достанем какую-нибудь тарелочку. Вот, с чем мы можем достать. Давайте вот чизкейк достанем. И пусть каждый берет, чтобы каждый в холодильник не лез. И брал вот что-нибудь покушать. Вот Шарлотта. А, Шарлотта уже взяла еду. Смотрите, Андреа танцует с Блейком. Я вообще хочу, чтобы Андреа камушки выкапывала. Но она совсем другого мнения. Она хочет общаться с Блейком и все. Потому что она его очень любит. Так, давайте, я не знаю, еще один раз нарисуем грустную картину. Пусть Лорочка рисует. Вилли я вновь, наверное, отправлю делать кексики. Потому что на кексиках мы получаем хорошие суммы. Увольнение. Селеста уволена с работы к ней. Блин, нашу Селесточку уволили. Вот что? Вы знаете, что по закону беременных увольнять-то нельзя? Вообще обалдели. Блин, ее уволили. Увольнение. Ничто так не расстраивает, как потери работы. Да ну фиг с ними. Скажи, Селеста. Видала я вас. Я буду писательницей. Сама буду писать. Они просто не понимают тебя. Скажи вообще. Да по закону беременных не имеют права увольнять. Вообще наглые. Скажи, в суд на них подадим. Вот так вот. Но на самом деле я не особо-то и хотела, чтобы наша Селеста работала, потому что она больше заработает, если будет писать просто так книги. Единственная причина, по которой я хочу, чтобы Симы работали, это просто когда они будут работать, то мне будет легче играть, потому что будет меньше персонажей в семье. Так, Шарлотта, ты себя чувствуешь прекрасно, и я хочу, чтобы ты занималась садом, но по-моему у нас все отлично. А нет, мы можем удобрить. Кстати, что нам нужно по мечте? Достичь шестого уровня в садоводстве, добавить черенки на три растения. Нажмите на растение и выберите действие прививать. Персонажи получают к этому действию доступ, повысив навык садоводства. Ага, ну в общем, пока мы просто не можем этого делать, потому что нет у нас еще даже этого действия, у нас слишком низкий навык садоводства. Вот и все. И все у нас с растениями отлично, больше ничего мы не можем делать, поэтому я думаю, что средство от жуков, вот так вот, оказывается, есть такое действие, средство от жуков. Давайте тогда выполним его, и я еще хочу полить. Здесь было действие. У нас вообще растут вот дикие всякие растения. Вот, Шарлотта тоже может собирать урожай с этих диких растений, и, по-моему, она будет таким образом повышать навык этого садоводства. По-моему, да. Ну, так что попробуем, как раз заодно и проверим. Так, Маркуша, как ты себя чувствуешь? Маркуша у нас, по-моему, себя чувствует неплохо. Доработает ему 13 часов, и я хочу, чтобы Маркуша пошел, посоставлял отчеты, потому что для выполнения, в общем, для повышения по карьере ему как раз нужно составлять отчеты, а он это делает очень редко. Так, Шарлоточка нашла еще пасхальное какое-то яйцо. Так, урожая у нас здесь больше нет. Вот здесь какое-то есть дикое растение. Давайте соберем урожай Андре. А, Андре бегает правильно, выкапывает камушки. Правильно, занимайся. Будем выполнять мечту жизни. Нужно еще лягушечек выкопать. Много еще можно чего покопать, посмотреть. Тут где-то еще были лягушечки. Тут, кстати, вот растений много и камушки. Вообще, местность такая богатая на всякие ресурсы полезные. Будем все это выкапывать. И где же были здесь лягушечки? Забыла уже. Вот где-то были лягушки. Ну, да ладно, давайте пусть тогда Шарлотта пособирает растения. Вот собрать урожай из грушевого дерева. Что мы можем еще собрать? И, по-моему, все. Да, ну ладно. Не будем особо девчонок мучить. Так, Селеста у нас пошла спать. Да, ее уволили. Она такая грустная, пришла, пошла спать. Кстати, сколько ей до родов? Вот, рождение ребенка через и вопросительный знак. Значит, наша Селесточка родит в следующей серии в 18 часов. Ну, где-то так, потому что зачатие, то есть тест, не зачатие, а тест, произошел около 18, поэтому и родит тогда она в это время. Но роды пройдут уже, когда выйдет дополнение на работу. Так что, скорее всего, это будет последняя серия до 1 апреля. А потом, я не обещаю, что серия, конечно, выйдет следующая 1 апреля. Может, выйдет третьего, может, четвертого, может, второго. Вот, как получится. Ну, точно она выйдет уже, когда выйдет дополнение следующее, чтобы мы могли посмотреть, как рожают симки в больнице. Потому что мне очень интересно. Вот, так что, наверное, вот эта серия выйдет, а потом будет все время выходить психушка. И психушку я уже заканчиваю. И как раз закончится психушка, и родит Селесточка, и выйдет новое дополнение на работу. Вот, ну, уже, в принципе, 9 вечера, поэтому серию можно заканчивать. Мы в следующей серии продолжим рисовать портреты, продолжим узнавать, кто кем работает. Мне теперь это очень интересно. И, наверное, вот, блин, ну, так хочется узнавать. Безработный Блэйк Ева. У Евы карьера неизвестна. Интересно, Билли может теперь пригласить Блэйка? Ой, то есть не Блэйка, а Тревора. Где Тревор? А он его знает вообще? Да, он знает Тревора. Не может. Это что, он постоянно работает, что ли? А знаете, почему Венди знает, кем работает Тревор? Потому что они в одной карьере. Вот, у нас работает еще Маркуша, и Маркуша, может быть, знает, кто работает, как и он, бизнесменом. Еще, я смотрю, бизнесменов нету. Он, наверное, должен знать своих коллег. Вот, если кто-то работает бизнесменом, то он должен появиться, как бы, у него... Во, Сэнди бизнесмен, инвестор. Обалдеть, Сэнди у нас бизнесмен. Ну, вот, не ожидала. Так, и Шон, я так понимаю, что и пенсионеры, и все Симы теперь работают. С одной стороны, это хорошо, потому что раньше, ну, как-то все были безработными, это было неправильно. Но, с другой стороны, теперь, чтобы пригласить Сима, нужно подгадать, чтобы он не был в это время на работе. А это тоже сложно, и, вот, не всегда получится пригласить кого-нибудь в гости. Так, ну, все, тогда буду заканчивать серию. Всем спасибо за внимание. Ждите следующую серию, потому что следующая серия будет очень интересной. В ней родится ребеночек. Родится ребеночек Селесты и Тревора. Я этого очень жду и очень надеюсь, что это будет мальчик. Селеста, а ты на кого надеешься? Селеста вообще ни на кого не надеется. Смотрите, какой у него большой живот. Вот, ого-го, 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 ой, мне кажется, очень большой. Вот, у Венди был маленький, когда она была беременной Селестой. Блин, что-то, ладно. Большой очень животик у нее. У Лорочки был большой живот. Мне кажется просто, что Селеста, она склонна к полноте. Вот, у нее, наверное, фигура, как у Конни. Потому что вот у Конни тоже был большой живот и тоже она поправилась. А вот у Венди у нас стройная и у нее поэтому не было такого большого живота. У Лорочки, кстати, тоже был большой живот. А вот фигурой, мне кажется, Андре как раз-таки пошла... Смотрите, они секретничают, девчонки. Они секретничают. Ну, давайте пусть еще немножко пообщаются и тогда идут домой. Вот так вот. Ну, понятно, что лучшие подружки почему бы и нет. Ну, я не договорила, хотела сказать, что Андре, наверное, пошла в фигуру Венди. Потому что Андре очень худенькая, такая вот стройная и миниатюрная. А Селеста нет. Селеста как Лорочка, как Конни. В общем, такая у нее фигура не такая уж и миниатюрная. Немножко склонная к полноте. Так, ну все, девчонок я отправляю домой. Всем спасибо за внимание. Ждите следующую серию с дополнением, с родами и со всем многим-многим-многим интересным. Всем спасибо и всем пока. Продолжение следует...